Скажите мне, пожалуйста, кто сейчас из производителей делает такие плиты? Здесь систему вы можете собрать только по конденсатору. Вы по-другому ее не соберете. Вы здесь платите, во-первых, за историю. Всем привет, с вами Дмитрий Михайлов и вы на моем канале Комменбай. Сейчас мы закрываем объект по установке печи, установки дымохода, стандартный экран. Подписывайтесь на мой канал, чтобы увидеть этот объект. В этом видео я хочу рассказать вам про печку Waterford, английскую печку, классическую печку. И люди иногда мне звонят, Дмитрий, почему она так стоит дорого? Сейчас я попытаюсь разобраться, с чего здесь складывается ценообразование, потому что эта печка именно заслуживает отдельного видео. Их сейчас на белорусском рынке осталось немного, и они приводятся под газ и довольно очень долго. Когда-то они были на нашем рынке, когда-то их даже держали складки и запасы минимальные. Перед вами печка Waterford, чугунная печка. У нее покрытие эмалированное. То есть это все эмаль. Из характерных отличительных черт данного производителя эта печка может выпускаться водяным контуром и без водяного контура. Сейчас на белорусском рынке у меня встречаются именно печки, которые уже были раньше использованы. Где-то на других объектах они работали. И за 2018 год, это сейчас в 2018 году, я две паушные печки переставлял. То есть это печки, которые уже работали более 10 лет. Эту печка досталась заказчику от Суросыни. Она стояла на другом объекте, работала, служила. Вот у этой печи очень массивная плита. Это реально плита. Вот за эту плиту вы будете переплачивать. Эта плита, скажите мне пожалуйста, кто сейчас из производителей делает такие плиты. Ну я не знаю таких производителей, скажу честно. Если вы, кто-то из моих подписчиков, покажет мне современных производителей, то из чугуна льет такие вот плиты, ну окей. То есть здесь она выполняет двойную функцию. Во-первых, аккумуляция тепла и во-вторых, рассекание пламени. Чтобы максимальное количество температуры осталось именно в печи. То есть чтобы чугун аккумулировал тепло. Наверх вот этой вот плиты ставится такая вот рамка конвекционная. У нее есть, здесь вот у нее полости для выхода воздуха. У этой печи прямоугольный выход, классический английский. И у него его можно поставить как вертикально, так и горизонтально дымоход. Еще очень немаловажный факт, то что грешат сейчас современные бюджетные чугунные печки, это конвекционный кожух. Не 2, не 3 сантиметра. Видите? В районе 7 сантиметров. Ну давайте мы сейчас королевка под рукой. 6 сантиметров. Благодаря этого конвекционному кожуху охлаждается сама печка. Для чугунной печи я считаю, что это очень важно. Waterford, определенный номер, ST01, ну и дальше цифры заводского изготовления. Очень красивая ручка деревянная. Очень красивая. То есть спустя много лет с ней ничего не стало. Она не растрескалась. То есть она как была изначально, так она и осталась. Ну и здесь это то, чего не хватает современным печам. В первую очередь чугунным, ну и конечно стальным печам. Ну и смотрите. Внизу уложен шамот. Здесь дальше укладывается, не помню какая часть, но вот это сначала. То есть при помощи вот этой ворошилки, как мне эта ворошилка, сейчас я ее поправлю. Ага, вот крепление. То есть она продумана. Печки много лет. Они до сих пор также выпускаются. Еще не поменялось. Теперь смотрите. Здесь можно использовать подовое горение. Воздух будет подаваться через верх. Здесь сейчас подача воздуха, она ограничена. Да, какой-то процент остается, но это очень маленький. И сейчас я вам покажу именно тот элемент, на который я считаю, что нужно обращать внимание и очень сильно. Шамот раз. Это понятно. Здесь плиты шамотные. То же самое слева. Вот это вот подача воздуха в камеру сгорания. И работает она просто отлично. Как делают печки в Канаде, в США очень много печей. Английские печки именно вот в таком исполнении. Вот с такими же клерами. То есть равномерная подача воздуха. И здесь за счет того, что вы перекрыли воздух вот в это вот место, в колосниковую решетку, можно обеспечить подовое горение. То есть воздух предварительно подогревается и заходит уже сюда теплым. Это очень-очень важно при выборе печей. Поэтому печка вот из-за таких вот, кажется, мелочей. Но за эти мелочи, конечно, надо платить. Сейчас также еще хочу обратить внимание на некоторые детали. Во-первых, здесь одна из деталей то, что дольный ящик полностью съемный. У него есть вот такая ручка для удобства. Но если честно, она не особо удобная. Но при этом обычная цинковка сделана в районе там полтора миллиметра. И открывается герметичным шнуром, конечно. Прогерметизировано все, открывается. Дверца прочесная. Но шнур герметичный. Шнур просто классный. Потому что в этой печи, несмотря на то, что печка реально делась очень давно, эти модели до сих пор не модернизируются. И они выпускаются. И с ними никаких вопросов нет. Это печки, которые работают. И печки, которые будут много-много лет работать. И радовать, конечно, их потребителям. Этот элемент, он прикручивается к задней стороне печи. Я вам показывал. Он также эмалированный. И что у нас здесь хочу обратить внимание. Здесь систему вы можете собрать только по конденсату. Вы по-другому ее не соберете. Правильность установки во многом зависит от именно вот этого вот патрубка. Если все вы, производители, выпускали патрубки таким образом, что их можно только собрать по конденсату, то вопросы бы с дымоходом у многих людей просто ушли бы на второй план, а не на первый. Потому что об этих проблемах я говорю, об этих проблемах я показываю. Для чего я это делаю? Для того, чтобы вы не делали ошибки. И рынок дымоходов в первую очередь развивается от развития тепловых агрегатов, от развития печей и камина. И пока у нас будут делать минусовые выходы на дымоходах, на печах 150 ровно, 200 ровно, до тех пор люди будут делать ошибки по установке дымоходов, до тех пор люди будут мучиться, не зная, как собрать дымоход. И это проблема, которой я уделяю очень много времени и большое внимание. У этой печи стекло, стекло с таким желтоватым оттенком, термостойкий шнур, стоит рамка, здесь две рамки. Вот эта рамка прикручивается к самой чугунной литейке, к чугунной дверце, и потом уже она ставится на герметик, она ставится на термошнур, и потом еще идет рамка дополнительно, которая прижимает стекло к внутренней рамке. И также все идет через шнур. То есть здесь вы видите, какие шнуры используют. В этой печке именно производитель обеспечивает герметичность, чтобы не было подсоса воздуха. О чем это говорит? Так делают производители, которые дорожат своим именем, которые хотят увеличить КПД печи, ее эффективность. Печка не дырявая. Потому что сейчас на рынке очень большое количество дырявых печей, которые, как бы вы не регулировали подачу воздуха в камеру сгорания, вы ничего не сделаете. И, к сожалению, это так. И вы постоянно закидываете дрова, эти желудки прожорливые, вы закидываете, 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 да, она греет, греет, греет до того момента, пока вы ее кормите. Как только вы перестаете топить, то что происходит? Правильно, печка перестает греть. Но здесь, конечно, чугуна не пожалели. Вес у нее, скажу, не маленький. Это больше 150 килограмм. Мы ее сейчас будем доделывать, потому что, еще раз повторяю, печка АПУшная. Печка уже использовалась. И мне сейчас надо безжирить все поверхности аккуратненько, проклеить шнур термостойки, поставить муфту. Но об этом все позже. Это классическая чугунная печка. Если будем рассматривать из чугунных вариантов, это довольно эффективно. Вы здесь платите, во-первых, за историю. Вы здесь платите именно за тот чугун, который у вас в восприятии. Вы, как потребитель, выбираете, сравниваете. И вы должны понимать, что за хорошую вещь надо платить. С вами был Дмитрий Михайлов. Comment by. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока.